ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Соответственно, будем считать, что вы знаете, о чём вас будут спрашивать на экзамене. А кто будет спрашивать на экзамене? Это я. Меня зовут Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и философии истории. И хотя у нас вот такое название сохранилось, и я в своё время здесь вот на пятом курсе у вас читал философию истории, от неё сохранились только запись лекций, которые вот делали наши товарищи. Их можно посмотреть на ресурсе YouTube Фонд Рабочей Академии. Ну, а поскольку у нас состоялся переход от специалитета к бакалавриату, решили, что вы за четыре года успеете всё сделать. То, чтобы вы успели, эти вот сложные курсы, они вылетели вместе с последним, пятым курсом. Вот, поэтому у нас вот название-то осталось, а вот я уже не читаю, и другие товарищи не читают, по одной простой причине, что вот так. Наша доблесть на министерство добилась уже уничтожения половины вузов. За три года. Половины вузов, которые здесь в России. Ну, и, соответственно, сократило обучение. Ещё тут много резервов для работы. Тем не менее, и в этих сложных условиях мы должны заниматься, готовиться. Тем более, что в науке количество, в общем-то, особой роли, как вы знаете, не играет, да? Как вот, скажем, поэтов много, а Пушкина один, Некрасов, один, Маяковский. Один, раз, два, три. Художники тоже учатся много, а великих художников немного. И так во всём. Вот. Значит, на историческом факультете я давно читаю курсы эти, которые вам будут читать. и у нас, так сказать, опыт есть, и даже есть опыт сдачи экзаменов. Ну, и как показывает история, экзамены сдают историки на хорошо и отлично. Думаю, что вы в этом смысле не отойдёте от той традиции, которая сложилась. Но для того, чтобы познакомиться, и заодно, так сказать, узнать, есть какая-то польза от философии. Я начну не с философии, а прямо с истории. То есть можно сказать, а что такое история? Можно историческому факультете, правильно? И вот, в первой партии точно вы знаете, что такое история. Сложный вопрос. Второй курс, извините, второй курс, это как бы в рубеже уже половина пройдена почти. Пора уже... Совокупность знаний, вот я вам советую, так вот. Знаешь, что такое совокупность? Это мешок такой, набросано всё. Вот у вас есть там какой-нибудь чемодан с барахлом дома? Или ещё какие-нибудь сумки, где там всё набросано? Это совокупность. Совокупность — это в беспорядке всё, правда? Там нет никакой ни связи, ни системы, ничего. Не очень хорошо. Совокупность знаний о чём? О прошлом. О прошлом. Вот, допустим, закончите вы... Ну, давайте это как рабочие возьмём ваше определение. Я хочу на примере, так сказать, вам, близкому и знакомому, показать, что какой-то толк от философии тоже есть. Философия позволяет некоторые свои знания, которые вы получаете, ну, как бы систематизировать, упрочить, без обращения к новым книгам, а просто потому что мы должны эти вещи обдумать, как следует. То есть, как бы получается, знания о прошлом у вас. Приходите вот ещё два года, и вы придёте на работу. Ну, говорит, ну и что вы изучали? У меня есть знания о прошлом. То есть, вы о настоящем ничего не знаете. Так, мы вас не берём. У вас тоже о прошлом. История, прежде всего, наука, и наука о развитии либо какой-то отрасли, либо о развитии общества. История может быть о развитии человека. Ну, вот его-то возьмут, она наука о развитии, знаете, как я не верю, его возьмут, вас не возьмут. Ну, мы сейчас скорректируем, вас тоже возьмут. Мне кажется, кто-то занимается делением каких-то значений, фундаментальных событий. Да, спасибо, очень хорошо. Ну, я бы вот так предложил вам сформулировать. Можете это и записать, что философия, история изучает современность. Современность. Ну, сразу вас уже берут, правильно? Ну, современность вы же изучили. Они-то ещё не знают, а вы вот только молодой специалист. Вот, прикинь, уже знаете современность, как результат предшествующего развития человечества. Вам понравится, да? Вот такой вариант. Это как раз и есть. Мы берём современность, как результат предшествующего развития человечества. Значит, мы понимаем, как развивается. Я считаю, что современность намного важнее, хорошо изучить, чем то, что... Нет, в современности есть же и развитие, оно же никуда не девается. Современность, она же с тенденциями берётся, с движением. Не мёртвая современность, правильно? Вы же живой приходите. А не так, что дошёл до современности и всё. Чем отличаются тогда историки от представителей других наук? Все другие науки без корней берут в современность. Дескать, вот так сложилось, вот стол. А вы начинаете. Как он сюда попал? Откуда? А что здесь было в этом здании раньше? А кто раньше вообще в исторический факультет пустил к себе философов? Или философы пустили к себе историков? Кто к кому-кого пустил, не знаете? Историки пустили к себе философов. А теперь они приходят, тут начинают. Ну, так что... Вы должны понимать, что вы тут коренники. То есть, люди, которые знают не только результат, как вот в философии говорится, а результат вместе с процессом, который привёл к этому результату. Это важно? А и без этого никакого развития нельзя понять. Правильно? Развитие можно понять тогда, когда вы видели этот путь, который к этому ведёт. Тогда вы можете увидеть, куда дальше будет событие развиваться. Вот. Ну, вот это вот история. Теперь ещё у нас сложная задача, не менее сложная, поскольку вы музеологи. А я не музеолог. Но я всё-таки, как философ, что тут, так сказать, обычно занимаются философы, они чем понятиями занимаются, правильно? Вот сложная задача. Музей – это что? Дескать, не спрашивайте нас, мы музеологи. Да, музей. Вот неожиданно. Некоммерческое. А? То есть, надо, некоммерческое, надо знать, чтобы знать, что в музее, надо знать, что такое коммерция, запомните. Так, ещё давайте, продолжайте. Ну, потому что это ато, да, отрицаем эту коммерцию. Через отрицание коммерции мы познаём, что такое музей. Хорошо, так, ещё что? Тем более, сейчас в музее все денежки, денежки собирают вовсю, билеты продают. Чёрт тебе, что делают. Сейчас вот музей Ленина в этом, в Разливеще, масляницу комсомольскую сделают, чтобы деньги собрать, по 150 рублей собирали. Но в определении музея, устро чего, это что, он некоммерческий? Да, я не спорю, но давайте дальше. Но некоммерческого много. Вот наши, значит, мы с вами сейчас в музее. Почему? Потому что у нас это некоммерческое занятие, правильно? Или вы, например, какую-то коммерцию из этого. Сейчас вот, сейчас, то, что я вот говорю, вы быстренько это делали. Раз, вот товарищ тоже сидит, сейчас запишет и продаст. И деньги сделает. Да? Нет? Нет. Ну, раз нет, значит, вот мы музей с вами. То есть, если только одно качество взять, то еще, которое даже есть у музея, но, тем не менее, оно... Во-первых, оно не самое главное, да? Не самое такое, вот, определяющее. Потому что некоммерческих занятий очень много. Вот Пушкин был некоммерсант, но не музеолог. Да и Некрасов был некоммерсант. Правда? Да и Мариговский некоммерсант. И Репин не был коммерсантом. Ну, а директор этого самого нашего Эрмитарда, Петровский, тоже вроде некоммерсант. А у вас кто заведует с кафедрой? Кто? Альюровка. А у нас Петровский заведует с кафедрой. И тоже кафедра музеев и охранно-ценностей. Так, ну так что такое музей? Еще попытки. Вот у вас там успешная была, и вы на волне, на гребне, можно сказать, успеха. Мне кажется, стоит вырваться вперед. Сказать о том, что это особый общественный институт, который призван в материальных ценностях, отразить процесс развития какой-либо науки или... Так, в материальных ценностях отразить. Ну, а если в музее рукописи хранить, он уже не подходит под это дело, под ваше. Потому что это... Вы увидели книжку, вам принесли старую. Так, вы сказали, это не материальная ценность. Ну, все-таки, черт, кто. И выбросили. Ну, как сказали, я же... Вы же даете определение, я им пользуюсь. Как вы сказали, я строго пользуюсь. А что должен делать? Человек, если сформулировал. Я имел в виду... Не важно, что вы имели... Я имел в виду... Может, вы имели в виду, что я крокодил. Но я съесть вас не могу. Все равно. У меня не хватает. И рот так не раскрывается. Можно полезть на кусочек. А? Можно полезть на кусочек. Можно полезть на кусочек. Ну, пожалуйста, сформулируйте. Что такое музей? Музей, который мог искусство и некоторым другим. Искусство музей? Да. Морг? Морг искусства. Что-то показано, что уже отжило, и там это изучают так. Интересно. А вот я до сих пор считал, что искусство настоящее неприходящее. Оно никогда не умирает. А вы все это в морг сдали. Сильные вы музеологи. Сдайте все к черту искусство, это в морг. И правильно. И тогда... Так у вас выглядит после этого. Как искусство все в морг сдадут. Музей уже не будет. И вас с работы. И будете вы безработные. Не, надо так сформулировать, чтобы у вас работа была на всю жизнь. Хорошая, зарплата. Давайте как-то так надо... Хоть мы не коммерсанты, но об этом тоже надо думать, да? Семья будет, детей надо будет кормить. А тут раз все, и все пропало. Ну, разные варианты были. Я вот скажу... Поскольку я вот музей был и у них первый раз, задаю такой вопрос. В прошлый раз мне рассказывали в прошлом году, что музей – это собрание вещей. Близко к тому, что сказали. Я сразу вспомнил, что у меня дома есть такой чемодан, знаете, для них там барахло всякое. Ну, всегда нужно что-нибудь сломается. Откроешь, найдешь, и вот как раз найдется. Или винтик, или болтик, или железка, или резинка. Вот-то теперь я буду знать, что у меня музей. Ну, ладно, говорит, хорошо, а не так. Тогда что? Вообще, что это такое? Это что, предмет? Сувокупность предметов музея? Или что это вообще? Одним словом, если говорить, музей – это что такое? Организация. Организация – это хорошо. Это хорошо. Какая? Коллекция, может быть. Коллекция? Нет, вот, организация – это лучше, чем коллекция. Это вот организация, которая там собирает. А кто коллекция – это в переводе на русский язык что? Собирать? Собирать? Собирает. Организация, которая, вот видите, вот два человека уже так что-то такое собрали. Организация, которая что собирает? Всякое барахло? Ну, судя по вашему там заявлению, всякое вот умершее все трупы собирает, трупы только берет трупы, так сказать, не только людей, а все трупы, какие есть, и трупы произведения искусства, то есть все отжившее, ненужное, все это собирает. Ну, как-то надо освобождать. Но помойки должны быть не только вот обычные, или помойки культурные. Вот такая культурная помойка, вы ее и называете музеем. Примерно так. Правильно я понял? Ну, так получилось? Ну, хохнет, ну, сами сказали, морг. Морг, 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 морг. Серьезно. Морг это же хорошее, вот, для медиков это важно, вот если бы сейчас вы были медиком, для вас морг это было, вот куда вы ходите, резать трупы. Правильно? Это важно или не важно? Вот я потом, я поступил в больницу, меня спрашивают, у нас вот есть два варианта. у вас будет хирург, будет оперировать. Вам какой хирург? Хирург, который уже 20 трупов оперировал, или вот первый раз на вас будет тренироваться. Он не трупами не занимался, он прямо вот вас будет разрежет, скажет, Стефан Семенович, а где у него тут печенка? А сейчас, говорит, я посмотрю, сейчас вот море за нем, посмотрю, может здесь. То есть, вы предпочли бы, то есть, ваше ценное замечание, то есть, вообще, умершее тоже надо понимать, что бывают такие ситуации в жизни, когда это очень ценно. Вот морг, это очень ценное заведение, потому что там определяют, от чего люди умерли, а это для будущих поколений очень важно, потому что как надо лечить или что нужно делать. Ну, а уж тренироваться хирургом, конечно, лучше на трупах, чем на живых людях. Не хотите, чтобы на вас потренировались, нет? Вот я тоже не хочу, интереса нет такого. Можно я как философ скажу? Ну, все-таки, а с философией тоже должна быть польза, в том числе и метеологам, правильно? Ну, опираясь на вот то, что вы сказали, организация, вы сказали, а я назвал бы это учреждение, потому что не все учреждения, организация обычно, это что такое? Это предприятие, компания, это заведения разные. А музей – это общественное учреждение. Может общественное, может государственное. Но учреждение. Это учреждение, которое занимается следующим. Давайте подумаем, чем занимается музей. Первое. Оно собирает объекты историко-культурного наследия. Какие это могут быть объекты? И вещи, вот о чем вы говорили. И предметы, которые отражают духовную культуру, правильно? Книги, рукописи, картины и так далее. Но музей изобразительного искусства, вы уж не скажете, что там это материальный объект. Они на материальных носителях, на холстах. Вот, говорит, это холст Репина, это он его раскрасил. А это холст другого художника. То есть, это не материальные объекты, это предметы искусства. А искусство создает образы. Цель искусства – создание художественного образа. Вот скульптор он берет, что делает? Берет марамару и отсекает все ненужное. А что нужно, оставляет. И что это, просто предмет материальный? Да нет, это художественный образ, там сидит мыслитель. Или, так сказать, он изобразил красоту человеческого тела и так далее. Так, значит, это такое учреждение, которое сохраняет предметы историко-культурного наследия. Второе. Если оно сохраняет, то это хранилище. Знаете, там в подвалах Эрмитажа, вот оно там лежат. Это музей? Нет. То есть, если мы остановимся на этом, то мы опять не попали. Второе. Изучает. И там есть научные сотрудники, которые изучают. И как о черве они там все изучают, никому не рассказывают. Наверное, не так, да? Затем пропагандируют, изучают это историко-культурное наследие, эти вот предметы пропагандируют. И вот тогда это музей. Значит, это учреждение, которое сохраняет объекты историко-культурного наследия, изучает их и пропагандирует. Хорошие определения. Все мы сказали. Все. А кто такие музеологи? Они, по крайней мере, знают, что такое музей. Ну, как-то нам, чтобы с вами общаться, теперь вы знаете, что такое музей. Теперь я вас признаю за музеологов. А теперь давайте мы тогда ко мне обратимся. Поскольку я тут выступаю как представитель другой науки, философской, да? Философию что изучают? Тоже ведь это ведь говорят же там про философов. Я говорю, сейчас философствую, у меня философский подход. Что такое философия, как вы думаете? Наука жизни. А? Наука жизни. Наука жизни, да. Там некоторые науку о смерти нам хотели преподать. А вот философия, наука жизни. Уже это выигрышно для меня. Очень так приятно. Если я был в бежене, то в жизни, то в смерти тоже. Нет. Если это наука жизни, а в жизни есть и рождение, и течение жизни, и смерть. А тогда смерть только момент жизни. А она тогда не самостоятельная, эта смерть. Смерть не существует отдельно от жизни. Есть только жизнь, которая начинается и заканчивается. И вот это окончание жизни начинается смертью. Поэтому смерть ничего самостоятельного. Не может умереть то, что не жило. Поэтому умереть только может живое. Не знаю насчет вас, то я-то точно умру. Более того, я очень смелый. Почему? Я вам могу любую, так сказать, смелую вещь сейчас пропагандировать. По какой причине? У нас средний возраст мужчин, вернее, возраст жизни какой? 60. А у меня больше. Меня как бы нету. Но я есть. А раз я есть, кто меня может запугать? Я вот сразу к вам обращусь. Говорит, идите поговорить с девушками. Объясните, что меня невозможно запугать. Дескать, а вы умрете. Ну да, это ясное дело. Что-то непонятно. Между прочим, вы тоже умрете. Поэтому не надо запугивать. Еще неизвестно, кто раньше. У нас каждый день происходят всякие приключения. Раз, и нету человека. Сели на самолет, полетели. Он быстро летел. Но оказывается, он летел куда? В морг. А какой морг там, когда кусочки остались? Кусочки. А там 140. И не могут понять. Приборы обледеневают. Что за приборы такие стали делать, что они обледеневают зимой? А что, узнали сейчас, что зима? Мы зимой сражались в войну. Сражались на самолетах, бомбардировщики были, были истребители. И чтобы вдруг приборы обледенели? Или если прибор обледенел, вот что, у вас глаза повлазили, что вы не знаете, где земля, куда лететь. Что это такое? То есть, это говорит о разгильдяйстве, которое в обществе сейчас. Прибор виноват. Ну, вот такая картина. Но это другой вопрос. Значит, итак, философия. Что же она изучает? Что это за наукой? Кто скажет? Вот, наверное, вы знаете. Раз вы так вот, то сразу резко поставили вопрос. Что философия? А что это такое? Ну, вот филологи, они бы пошли по какому-нибудь, по филологическому. Фила, это что значит? А? Любовь. Вот, любовь. А София? Вот у нас лаборантка была на кафедре, ее зовут София Мухина. Взяли и сейчас всех лаборантов, не знаю, как у вас, у нас всех, куда-то их там половину сразу уволили, половину сгрузили в отдельную аудиторию. Нет у нас лаборантки. И у нас прямо с кафедры Софию убрали. Думаю, как же так с кафедры философии взяли и убрали Софию? Ну, это вообще черти что. Ну, вот факт жизни такой печальный. Я сегодня ее встретил. Она уже ведущий специалист сидит на третьем этаже. А мы сидим на первом, 15-й комнате. Но, это, так сказать, просто расшифровка названия. А это не определение философии. А что такое философия? Это наука. Потому что любому мудроствовать может каждый сидит на завалинке и думает. Люблю, говорю, себя поразмышлять. Пораскинуть мозгами. И, так сказать, да, что-то философствует. Тут, как вы правильно сказали про историю, это наука. Вот тут загвоздка в одном. Раз вы сказали, к вам уже вопроса нет. А вот, товарищи, сейчас вас спросим сказать. А что такое наука у вас? Вот некоторые из вашей группы знают, что такое наука. А вы знаете, что такое наука? Вы знаете, что в университете изучают науки. И наука – это что? Видите, я чувствую себя несколько, что я нападаю на вас, как бы. Веду себя немножко неприлично, вроде как. Спрашиваю такие вещи. Что такое наука? Мы, говорит, в университете учимся, мы студенты уже второго курса. А вы нас спрашиваете, что такое наука. Просто это безобразие какое-то. Это как, понимаете, у вас это знак согласия или как? Так, вот, попробуйте, да, давайте. Надо выручать же, товарищ, коллег. Это область знаний, которая имеет систему и метод? Ну, хорошо, область знаний, которая имеет систему и метод. И понятие, да, да. Вот эта область знаний имеет систему и метод, и вот эта область знаний не имеет. Те, которые не имеют систему и метод, это не наука. Я согласен с вами, да. Хорошо. В целом, правильно. Наука – это, вот Гегель говорит, автор науки логики, крупнейший специалист по диалектической философии, что наука – это система знаний. Просто. Или знания, приведённые в систему. Метод здесь, как говорится, дополнительно говорить не обязательно, потому что как вы можете привести в систему? Для этого надо сказать, что такое система. И тогда будет стало ясно, что без метода система никакой нет. Вот если я просто много-много-много знаю, кто я? Вот знаю больше, чем вы. И чем вы, и чем вы. Вот много-много я знаю всего. Кто я? Ну, можно сказать, я эрудит. А ещё, если знаю, вот голова заболит, вот эту травку надо попить. А если живот заболит, вот эту травку надо попить. Кто я? Гомеопат. Гомеопат – это очень малые дозы, когда лечат. Вот тем же самым, только очень малых доз, микроскопических. Где, сказать, ну, что вы там столько лекарств съедаете? Давайте съедайте тысячную долю от этого. Ну, понемножку всё. В этом гомеопатия. И вот, и вы всё-таки чувствуете, что вы как бы лекарства едите. Ну, и два ведь варианта. Либо выживаешь, либо не выздоровеешь. Если выздоровеешь, значит, вы благодаря гомеопатии выздоровеете. Поэтому гомеопатия процветает тоже. Существует, хотя до сих пор никто не может доказать, что она на самом деле, так сказать, чего-то вылечивает. Но, тем не менее, вот на неё они нападают, дескать. Ну, ладно, лечите там. Вы придёте ко мне, а я гомеопат. Я с вами хорошо поговорю и дам горошки вам. Горошки дам. Мне бы ничего, гомеопат. Ну, вот, тем более, видите, положительно надо к этому относиться. Можно подумать, что медицина всё разузнала. У неё там столько тайн нераскрытых. Поэтому, что нападать на гомеопатию. Поэтому и так, в общем-то, там есть были попытки такие вот как-то её запретить или объявить её ненастоящей медициной. Но потом от этого так ушли. Короче говоря, наука – это система знаний. А вот кто просто знает, чем лечить – это знахари. Ну, не просто знает, знает, знает. А в систему это никакую не приведено. А вот что такое система, я думаю, это вы и не скажете. Вот задача. А вы скажете? А? Вот сейчас подумаем. Система – это что? Это упорядоченная структура. Какая? Упорядоченная. Упорядоченная структура. Это выше, это ниже. Да? Это справа, это слева. Это система. Это все не связано? Ну, это вот такое… Вроде как это называется правильное, но не истинное. В философии различается правильность. То есть нельзя сказать, что это неправильное. Но это не истина, потому что это не раскрывает содержание. Вот система эта, система всякая, имеет начало и результат. Движение от начала к результату. Вот если есть, так построена система знаний, так построена, что есть начало и результат. И у него есть движение от начала к результату. Это вот это вот движение от начала к результату и образуется система. Остается узнать, что такое начало и что такое результат. Кто хочет сказать? Отличиться, сказать, что такое начало? Исходная точка. Точка. А вы знаете, что такое точка? Это вы на себя тяжелую ношу взяли. Никто не знает, что такое точка. Знаете, что такое точка, нет? Математики вам давали в школе, объясняли, что такое точка? Нет, правильно делали. Потому что это невозможно объяснить. А точка относится к числу неопределяемых понятий. Неопределяемых. Вот математика как строится. Есть неопределяемые понятия и аксиомы, которые никто не доказывает. Положение, которое никто не доказывает. А потом дальше все доказывают. Теоремы пошли. А вот к числу неопределяемых понятий точка относится, и вы не найдете. А еще есть понятие прямой. она тоже не не определяется как бы мы знаем вот прямая вот кривая нет совокупность точек я могу много наделать точек и будет совокупность точек а прямой не будет кривая тоже совокупность точек как вы отличите их совокупность тогда точек от почему это прямая не кривая плоскость тоже неопределяемый понять так что этот не прошел вариант что такое начало но ведь я должен же как-то философию это приподнять философия так спокойно элементарно ответить это не развитие результат беру вам говорю что система как идет от начала к результату значит начало это не развитие результат правильно но если вы что-то начинаете начать и строить дом что вы что хотите у вас этот дом самом начале еще в голове архитектора правильно потом он чертежи ну вот исаакиевский собор начало его задумал монферран а еще он задумал еще посоветовался с возможными всеми кто будет государства будет финансировать это мероприятие сатана на придумывается кто будет строить один монферрана ему все надо не поднять одному тяжеловато будет видели какие там колонны тяжеловато одному поднимать вот он задумал потом надо это довести до чего но до проекта а все уже расписано где на каком уровне что состоит да какие украшения какие конструкции и наконец начали стройку и двигаются и наконец закончили строительство и вот тогда это что результат а результат что такое ну вот начало правильно у вас было потом дали до развернутое начало правильно но как еще как можно считать что-то результатом если она не не пришло трогать если результат значит надо какой-то было был какой-то замысел это замысел реализовался это результат а если это просто вы схватили вот как и беру как результат вот этот рюкзак я не спрашиваю где вы его взяли купили украли только что кого-то там напали отняли не знаю я откуда он беру вот есть рюкзак и все и не моим это дело а вы просто его поставили чтобы отвлекать от вас чтобы я бы не вам задавала лучше бы рюкзаков вопросы я не все время вам задаю видите я туда я думаю а чё я буду рюкзаку то дай другим задам вопросы и так как-то распределили это дело это иначе напал на вы вперед серии в то же время рюкзак дали для того чтобы отводить атаки на вас и того мы теперь знаем что наука это система знаний ну-ка только не знаем что такое философия потому что наук то много вот философия то какая наука что это наука философия ну точно она система знаний уже хорошо уже приятно я систему знания представляю только единственно не знаю что за систему знаний вы-то знаете что такое уже музеология я еще не знаю вот здесь уже все 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 у вас хорошо у меня плохо любая наука направлена нахождение истины нет ни одной науки которая была бы направлена на нахождение ложи согласны или мы или музеология направлена на нахождение лжи а все остальное вот если что-то направлено на картине истины это философия это возвышает некое это комплимент вы делаете спасибо да очень приятно с вами общаться давайте дружить они вот остальные можно с ними так не будем жить только с вами будем дружить вот как здорово как придумано ну все-таки любая наука направлена на стяжение истины истины вы истинного наверно значит что такое нет что а вот то есть лет набирать и накапливать за истина будет сейсад иessa я это не накопление знаний накопление знаний эту барахольщики все они нам вещи накоплю то вы знания доказываемой это доказаемо это доказано цвет набрал новом но год теорем которые все доказуемые. Причем я-то не доказывал, а они доказуемые. Ну, и истина. Кто-нибудь еще хочет попытаться сказать, что такое истина. Вообще-то философия, она как раз это и делает. Вы, наверное, уже заметили, что философия компенсирует то, что другое специализированное образование не дает. То есть она настолько специализированная, что оказываются дырки такие. Ну, дырки как бы в голове. И получается, что какие-то элементарные вещи, они не сформулированы. Вот истина окажется. Вроде бы и все слышали. Гегель прямо говорит, известное еще не есть от того познанное. То есть происходит с людьми следующая история. Вы с детства уже знаете некоторые слова. С детства. Настолько давно вы их знаете, например, понятие истины, это вот не сейчас вы узнали, и уж не от меня. Правильно? Но поскольку вы это знаете, может быть, с трех лет, то такая мысль в голову прийти, что надо выяснить, что такое истина, вообще не приходит. Ну, известно, кто будет заниматься тем, что и так известно. Правильно? Надо заниматься тем, что неизвестно. А это известно. А раз это известно, этим не занимаются. Раз не занимаются, то с детскими представлениями доживают до глубоких идины. Вот с этими детскими представлениями о том, над чем не задумываются. А если задумываться над истиной, что такое истина? Вот вы знаете, что такое истина? Как вы тут делаете в университете, если вы не знаете, что здесь истина? Так, могу я поставить вопрос? А вы скажете, вы у нас преподаватель по философии. Значит, так вы преподаете. Могли вы за это время, пока вот мы тут разговариваем, уже и сказать, что такое истина? А вы продолжаете только вопросы задавать. Вопросы каждый может задавать. Для этого не надо быть профессором. Вы должны защищаться, нападать. А вы так от меня обороняйтесь. У нас же с вами разница, правильно? Вы же гражданка России. Мало ли какие. Типа, вы у меня проверили паспорт? Я вообще на самом деле тот, за кого себя выдаю. Сейчас знаете, сколько приходят, представляют себя профессорами, начинают вопросы. Чтобы задавать вопросы, не надо же быть профессором. Вы где-нибудь видели фотографию мою? А, ну если видели, может, значит, вы тогда знаете. Ну ладно, тогда. Тогда мне не надо предъявлять. Хорошо, значит, истина и соответствие понятия объекту. Вот если вам удалось свое понятие привести в соответствии с объектом, это истинное у вас знание, правильно? А если оно не в соответствии? Вот корова не квадратная. Если бы у вас было ее представление о корове, что она квадратная, это не истинное знание. Соответствие понятия объекту. Это вот первое понимание истины. Не самое глубокое. Это понимание истины с точки зрения созерцательности. Вот мы когда смотрим на мир, и надо, чтобы наши понятия соответствовали тому, что есть на самом деле. Но мы же еще и не только смотрим на мир, ее преобразовываем, как люди, да? А если мы преобразовываем, тогда у нас на основе познания этого мира формируются определенные понятия о том, какой он должен стать, этот мир. И теперь мы это понятие формируем. Оно научное вполне, в том смысле, что оно опирается на знание мира, и на те тенденции, которые есть в этом мире, правильно? Которые идут в будущие тенденции развития. И тогда задача у нас, преобразующая деятельность, состоит в том, чтобы объекты привести в соответствии с понятием о том, каким они должны быть. Вот у меня, например, задача состоит в том, чтобы ваше сознание привести в соответствии с тем, что вы должны знать философию. Правильно? Не просто говорить, а вот вы не знаете этих понятий, вы неправильно не знаете, не понимаете, прийти тут и всех говорить, о, какой я умный, а вы какие глупые. Не в этом же состоит у меня задача, правильно? Не за это мне деньги платят. Мне деньги платят, чтобы я помог вам сформировать соответствующее понятие. И для этого существует у нас курс и задача этого курса. Вот истина. Но еще мы не сказали, что такое философия. Вот философия – это наука. У него есть, у всякой науки есть ее объект. Вот, допустим, вот если вы объект, то, значит, науки. Наука вас изучает. Вот медицина вас как изучает? Что у вас болит молодой человек? Она не спрашивает, что там, в музеологах. Это ее совершенно не волнует. У вас что-нибудь болит? Не болит, не занимайте место. Идите туда, гуляйте. Если это медицина у меня. Так? Остаются те, у кого что-нибудь болит. А зрители нам не нужны. А вот, если это наука физика, ну, вы понимаете, что если вот, у нас ведь не запрещают выпрыгивать из окон. В юриспруденции есть такая наука, там нет такой записи, что из окон выпрыгивать нельзя. Запрещено. И ответственности нет. Скажем, что если вы борнете с 15 этажа, то вы приговариваетесь к мертвной казни. Есть такое? 25. Нет. Пожалуйста. Вот у нас сколько сельфи уже сделали. У них такая была идея умереть молодым. Чтобы вот, так сказать, вы таким остались, вот не как я, а как вот такой молодой, красивый на всю жизнь. Поскольку жизнь уже закончилась, то вот так вот, он таким красавцем всегда и будет помнить его все. А меня уже будут помнить не красавцем. Вот это да. Мне не повезло. Говорят, мне не повезло, потому что я прожил слишком долго. Вот беда. Но это не страшная беда. она, так сказать, и прожила, она заканчивается в конце концов. Значит, это вот, поэтому объект может один и тот же, а тот, что изучает наука, это называется предметом. То есть, вот есть какие-то стороны объекта, которые изучает одна наука, изучает там его физическое состояние. У вас химические какие-то процессы есть в организме? Конечно. А? Есть. Завтракали, наверное? Да так переваривается же пища. А переваривается она с помощью какой кислоты? Соляной. Соляной, да. Все в порядке там. Химия идет. Все нормально. А синтез идет у вас в клеток? Это органическая химия уже. Переваривается это что? Это разложение. Это химия обычная. Залили кислотой и все, пошло. А клетки реформировать это. Вы рыбку съели, а у него и глазки были, и у него был хвост, и у него был хребет. Ну, как оправдать, что вы съели рыбку? Ну, только тем, что какой-то более высокий белок вы создали, который будет знать, что такое философия. Иначе нет оправдания этому, тому, что вы уничтожаете живот. Сосиски. Сосиски любят. Сосиски из чего делают? Барашки. Послали вот эти барашки. Идут, а впереди козел. Там, где мясокомбинат. Потом козел там перед заходом на мясорубке раз его влево, дверку открывают, а эти барашки туда и там раз-раз, и все. И сосиски выходят уже. А вы потом раз и отвариваете сосиски. Есть у нас вегетарианцы, которые говорят, нет, нам жалко этих барашков. А что, морковку вам не жалко? Морковка, она дала бы побеги, выросли бы там семена. А сколько было морковных деток, и все, значит, было бы морковка, морковка, морковка. А вы взяли, съели и все. И сколько поколений моркови загубили? Погрызли одну морковку. Злодеи. Вы когда-нибудь разводили морковку? Нет, а ели, съели уже, сколько морковок. Ну вот, короче говоря, ну тут вот это претензии уже не могут быть к крестьянам, да, они как раз разводят. Одни разводят, а другие это съедают, что они разводят. Тогда им приходится снова разводить, опять приходят и съедают. И все больше тех, кто съедает, и все меньше тех, кто разводит. Правильно? Так ведь? Численность земледельцев, так сказать, и животноводов, она уменьшается, а численность потребителей все время увеличивается. Да на вас не напасешься. Так мало того, начинают отправлять на экспорт зерно. Пусть там съедят эту пшеницу. Мы не можем съесть уже. А почему мы не можем съесть? Знаете почему? Потому что порезали коров. У нас коров, было 20 миллионов коров в 90-м году, а сейчас 9. на 11 миллионов меньше. А раз меньше коров, не нужно фуражное зерно, то есть из чего делают комбикорма. А раз нам не нужно, давайте отправим куда-то. По дешевке причем. Уже криком кричат наши сельскохозяйственники по такой низкой цене. Ну раз много лишнего зерна, естественно, цены вниз. и они и доходы маленькие имеют. Зато на экспорт работают. Вывозят. Больше вывозят, чем раньше. Почему? А молоко привезем. Сухое. Если мало будет молока, привезем. Что? Пальмовое масло. Масло ши. И туда добавим во все конфеты. А вместо сметаны сделаем сметану, в которой нет ни одного грамма молока. Но называется сметанка. Растительно-молочный продукт. Молочный, потому что он белый. Там ничего от молока нет. И так далее. То есть, это уже вопрос, так сказать, мы уже углубляемся, а возвращаемся назад. Значит, философия изучает, имеет свой предмет. А что предмет философии? Ну, так сказать, так мы... Объект – это все. Все, да? Объект философии. Весь мир. Мир она изучает. Но это там слабо. Если я скажу, что мы изучаем вообще все. А вы думаете, а что у вас такая маленькая голова? А у вас должна быть и такая голова, если вы все изучаете. Нет, мы изучаем не все, а мы изучаем всеобщие законы, природы, общества и мышления. философия – это наука о всеобщих законах, природы, общества и мышления. Философия – наука о всеобщих законах, природы, общества и мышления. Ну, раз это всеобщие законы, то их можно, так сказать, как бы к ним подходить, к изучению и открытию с разных сторон. Можно природу изучать, находить там законы и проверять. Если эти же законы действуют и в обществе, и в мышлении, значит, это философия их изучает. А если они только вот в природе действуют, а в обществе нет, и в мышлении этих законов нет, значит, это не философский предмет. Можно начинать с общества. Находить такие законы общества, которые действуют и в природе, и в мышлении, и тогда можно. А можно, раз мозг, он отражает, наше сознание отражает законы общества и природы, то можно копаться только в одном сознании. Вот я, например, по такой дороге люблю ходить. То есть давайте изучать будем сознание общественное, и там найдем и законы природы, и общества. Но всеобщие только, не те, которые... А всеобщие законы – это самые главные, которые во всем, вот во всем это есть. А законы мышления, кто изучает? Какая наука изучает? логика. Вот логика изучает законы мышления. Мы знаем с вами, сколько логик. Вы одну знаете? Ну и хорошо, если вы знаете одну. Значит, вы можете узнать, еще и другую. А если кто знает две, тоже хорошо, он уже знает две. существует логика формальная, которую мы изучаем по существу не специально, не отдельно, но изучаем математику. Потому что математика сплошь руководствуется только формальной логикой. И одно из требований математики – исключение всяких противоречий. Если вы что-то там предположили и пришли к противоречию, то вы говорите, что это неверно тогда, то, что вы предположили. То есть это вот доказательство от противного, классический вариант. Правильно? То есть не может быть, что А равно и А, и не А. А равно только А. Так? Это формальная логика. А есть логика диалектическая. Диалектическая логика, которая изучает более конкретно или более богато. Изучает объекты противоречивые. А какие у нас объекты противоречивые? А все. Только в мышлении мы можем считать, что нет противоречий. Вы можете привести пример какого-нибудь не противоречивого объекта. Вот бревно, например. Вот бревно варено. Казалось бы, ну бревно это бревно. Что тут? Какая тут противоречия? Но оно же стареет. Лежит, лежит, лежит. Потом его едят в это время всякие, так сказать, древоточцы. Оно гниет, это бревно. Солнце его высушивает, вода его, дождь его мочит, оно стареет, умирает. И во что оно превратится? Видели трухлявые пни? Трухлявые. Потом на пнях растет брусника, там могут гнезиться мураги, и прочее. То есть идет этот процесс движения постоянного, такого, чтобы просто бревно было равно самому себе и все, оно все время себе не равно. Вот вы равны самой себе. Равны. И все. Вот если вы равны только самой себе и все, то я советую вам покинуть аудиторию. Почему? Потому что мы тут знания даем, а как только мы вам знания дадим, вы будете уже не равны тому, кто сюда пришел. И вы свою установку свою не выдержали. А когда вы будете не равны самой себе, а до этого сказали, я это когда я равна, то придется мне забрать у вас документы и сказать, вот она уже выдает себя за ту девушку, которая вот пришла. А она уже не такая, а та, которая приходила, сказал, я вот только равна самому себе. Поэтому я документы взял, а она пусть идет, которая новая, которая еще знает. и получает все новые документы. Не надо себя выдавать за ту, которая пришла в 10 часов. Логично? А если я вас спрошу, а вы не равны самой себе? Да. Вот правильно. Вот это правильно. Вот если вы, вот если вы и тот ответ правильный у вас, и этот правильный, вот эти два правильных ответа, противоположные друг другу, если их взять в единстве, они вас будут характеризовать как кого? Как то, что вы не просто вот как сидите и слушаете, и ничего не это никак, ничего у вас не меняется в голове. Они будут вас характеризовать как изменяющийся, как развивающийся. А вот ваш сосед, он идею развития пропагандировал с самого начала. То есть у вас соседка очень соответствующая, она такая, все вы за развитие тут. Она все время изменяется, постоянно. А раз она все время изменяется, она и равна, и не равна самой себе. Я у нее не могу уже документы отнять, потому что она равна самой себе. И в то же время она не только равна, но и на... Студент, это кто такой? Это который все время не равен самому себе. Я правильно понимаю? А ученые, вот если я ученый, который равен самому себе, и все. Я ученый, или нет? Нет. Все. Закончился. Вот скажем, от нас требуется, чтобы мы давали новые научные работы. А что такое новое? Новое? Никто не знает, что это такое. Того не было. Так вот, значит, что мы должны делать? Мы что должны делать? То, что умеем, или то, что не умеем? Ну, если я буду делать только то, что я умею, значит, я ничего нового не сделаю. Так? Значит, что я должен делать, чтобы мне зарплату платили? Делать то, что я не умею. Вот тогда мне будут платить. Выход за пределом возможностей. А? Выход за пределом возможностей. А вы ведь не знаете, что такое предел. Я могу вам по секрету сказать. Для этого надо знать, что такое граница. мы забежали вперед, ничего страшного, забежим. Граница. Вот видите, вот этот вот такой рубчик здесь? Он нас вот разделяет с ней. Но можно по-другому сказать, что вот он нас соединяет. Согласны? Ну, вот это же между нами, это нас вот соединяет с вами. Но он же и разделяет. Вот граница это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Вот она нечто, и я нечто, мы два нечто. Не знаю насчет вас, но мы два нечто. И эта граница нас соединяет и разделяет. Да? Вот теперь смотрите, самолет летит над этой границей, самолет. Ну вы абстрагировать сможете? Ну без крыльев самолет, ничего страшного, вот так вот, крылышки как будто летят. И вот летит самолет, летит, вот это граница, да? Вот пока он еще до этой границы не долетел, может еще лететь? А для него не предел, правда? Я хочу с вами пообсудить тему предела. Значит, пока до границы не долетел, эта граница не предел. А когда перелетел, она уже не предел. Вот теперь решите такую задачу, когда эта граница является пределом для самолета. Если вы начнете у меня рассказывать, что самолет зависает и превращается в неподвижный, то это не соответствует действительности. Не пугайте людей, которые перелетают через границы, им нехорошо станет от вашего разговора. Значит, предел он не ограничен? Чего? Предел, он как бы не ограничен? Ну вот это вот примерно, да, вы в общем правильный. То есть предел, ну я вам дам формальное диалектическое определение предела. Предел это граница, которую переступают. Нет, горизонт это уже образ какой-то, это не наука. Мало ли чего, когда вы глядите, там вот вечером, там вот сюда. Когда нас тут горизонт, а не увидишь, у нас в домаме застроены. Какой горизонт? А наверх посмотришь, тоже нет горизонта. А вот когда вы там, где бескрайние степи, на целине не были, нет? Вот там вы смотрите, и вот там видите, сколько до горизонта, сколько километров? Не знаете? Это очень просто считают математики. Берете шар, и смотрите, вот ваш рост, и проводите касательную. И вот эта касательная, до точки касания, ну ваш же взгляд-то прямой, а земля-то у нас, извините, круглая. Четыре километра. Вот весь ваш горизонт. Так что возвращаемся к вам. Значит, предел это граница, который переступает. Так, вы как вообще настроены? Выходить за свою границу или так быть ограниченным человеком всю жизнь? Нет, я надеюсь, не будет ограничивать. Ну, вот слава богу, да. Есть другие точки зрения? Человек должен все время выходить за свой предел. А предел это граница, которую он переступает. Вот, например, сейчас как раз с Олимпийской игры. Вот у нас известная спортсменка Елена Есенбаева. 24 или 28 раз она поставила рекорд, рекордсменка. Причем вот люди приходят с Олимпийской игры соревноваться и смотрят, как она выходит за свой предел. То есть у нее было вот там до 6 метров, потом стало 6 метров, потом еще. И она все время выходит за свой предел. А студент, что он делает? Вы что, хотите уйти с теми знаниями, которыми поступили сюда, в университет? Вы же все время выходите за свой предел. Или есть такие, которые говорят, все, я во второй курсе уже учусь на втором курсе, уже дальше у меня не буду выходить за свой предел. И кто вы тогда будете, будете ограниченным человеком. Правильно? И сами себя ограничены. Вот дети, они совершенно, потому что они не знают никакой философии, они еще не такие взрослые, как вы. Они такой вот в штуке, что нельзя выйти за предел такой глупости, не знают. Поэтому они все время выходят за свой предел. Но если вы следите за малышами, они что делают? Вот они сначала не могут держать голову. Но, тем не менее, вот я очень боятся родители, что, здравствуйте, откатится эта голова. Это страшное дело. И вот все время так ее придерживают. А ребенок, он что, он пытается, значит, он как вот так вот. И постепенно он уже начинает голову держать. Потом он лежит в постели, и как вот этот жучок, который перевернуться не может. Он только руками и ногами так вот машет. Но он пытается. Потом раз, и перевернулся. То есть, что он сделал? Вышел за свой предел. Так, потом он пытается. Я сейчас вот отвечу. Потом он пытается двигаться, ползти. И что у него получается? Он получается, как этот рак. Он начинает руками отталкиваться. И задом, задом. А потом уже смотришь, он уже, значит, довольно бегло вперед уже двигается. То есть, он все время, вот они не знают никакой философии и науки. Они еще не, как бы, они бы не обрели ненужную солидность такую, где сказать, что я буду заниматься чем-то таким, что выходит за мой предел. Они такой в голову не приходят, они не знают, что это нельзя делать. И все время выходит за свой предел. Особенно это впечатляет, когда они ползали, ползали, бегло ползали. Долго некоторые ползают, никак не хотят. Потом вдруг начинают. Раз, и встанет. Потом как? Лопнет. Ну, все, природа предусмотрела. У них мягкая голова. И пол, если паркетный, грохот большой, но ничего страшного не происходит. Ну, смотришь, уже не падает. Ходит. И еще, ну что, она ходит, и кошка ходит. Ничего особенного. Кошка смотрит свысока. А потом вдруг этот начинает ребенок разговаривать. Ну, что ж, он не разговаривал, стал разговаривать. Это предел для всех животных, да? Вы животные, нет? Декадающие. А? Декадающие. Понял. Нет, это не животные. Вы не животные? Ну, в каком смысле животные? В каком? В каком я вас спросил? Вы животные или не животные? А какой, может быть, еще смысл? Ну, что у меня... Я понял, что вы растение. Наверное, гриб. Нет, я не пытаюсь. У вас шляпа есть? У вас нога? Вам нужно только одну ногу удалить и шляпу надеть. И все, тогда раз вы не животные. Ну, а какой другой ход? Я объясняю, потому что грибы – это бесклорофирование. И растения, для них не нужен ни свет, ничего, там, ни минеральную воду. Они, так сказать, растут в темноте. Они не могут создавать белки, а живот, а растения, они из воздуха. Под воздействием ультрафиолетовых лучей, в хлорофиловых зернах создают белок. А мы с вами белок не можем создавать. Хоть какого бы мы не выходили за свой предел, но мы должны взять какой-то белок, там, морковку, свеклу, брюкву, сосиску, мясо, рыбу, и кушать ее. Но вот ваше, вы еще у нас непонятно кто. Вы как сюда попали? То есть вы не животные. Значит, вы растение или гриб? Я животный. Ну, слава богу. Ну, слава богу. А я уже испугался. Что делать? Что сообщать? Сейчас пошел, сейчас пойду. К директору, говорю, тут вот кто-то, вот те студенты, а один пришел, вообще не животное. Сейчас в обществе слово животное, оно не всегда ассоциируется с человеком. Не надо. Это высшее разумное животное. Вам не нравится такое определение? Высшее разумное животное. Говорящее. Дайте вам определение человека, а я чувствую, вы не знаете. Вы не знаете, кто вы. Кто вы? Ну, вам приятно будет узнать, кто вы? После того, как вы думали, что вы вообще не животное, а тут оказывается, что вы животное. А. Общественное. Б. Трудящееся. В. Говорящее. И Г. Разумное. Это красиво же. Или это вам не нравится, тогда вот я это пересылаю вашей соседке. Она. Она животное общественное, трудящееся, говорящая и разумная. А вы неизвестно кто. Покиньте, пожалуйста, помещение. Не, он упирается, не хочет. А, он выходит за свой предел сейчас. И все. И все. То есть, вот особенность того курса, который я буду читать, я буду из этих трех возможностей изучать природу и тогда находить всеобщие законы. Или изучать общество, находить всеобщие. Или изучать мышление и находить там всеобщие законы. Я буду пользоваться последним. Почему? Потому что, если наше мышление, как зеркало, отражает всю нашу жизнь, да? Поэтому, если вы смотрите наверх, мысль рассматриваясь, мышление, то вы там в отраженном виде все имеете. Вы видели, как вот водители поступают, автобусов. Вот когда они хотят посмотреть, что там сзади делается, задняя дверь. Он что, так ворачивает голову, что ли? Он куда смотрит? Да ладно. Что это, наверх, это другие верующие смотрят. Ну, говорит, сегодня умру, не умру. Ну, поехал. Тормоза не работает. Все. Не наверх он смотрит, он смотрит в боковое зеркало. В боковое зеркало он смотрит и видит, что сзади. Он не смотрит, голову назад не поворачивает, он смотрит в боковое зеркало. А подводное, когда под водой вы на подводной лодке идете, не слышали, что такое перископ? Он смотрит, что так и так. Или он смотрит просто вперед? Вперед он смотрит. на что на систему зеркала система зеркал выводится от ваша отражение сюда туда и наверху вот этот перископ вот так наклонено зеркало так вот идет луч он пошел вниз это вы изучали по физике как устроен перископ и вы можете смотреть вперед и быть на глубине очень большой но вы видите что там происходит какая лодка подошла наш или чужая поэтому вот мы будем с вами изучать логику какую диалетическую и будем применять эту диалетическую логику для открытия или усвоения всеобщих законов природы общество и мышление мышление вот такая у нас задача с вами этого курса ну вот вы видели из нашей с вами беседы что это дело полезное для выхождения за свой предел а люди которые не выходят за свой предел так называется ограниченные люди они как я умею только я делаю только то что умею у нас вот был на кафедре такой научный сотрудник сердюков поляр андреевич очень солидно такой от росточка было и зонтик он все равно я старший сотрудник он говорит я делаю только то что умею я спрашивала что вы умели кран было три месяца из тех пор вот вы только это чаю увидите уметь и все а я делаю только то что не умею зачем я буду делать то что умею я же у меня какая должность я научный работник научная в науке у нас есть я буду делать то что умею меня выгонит как михал осече у вас нет никаких научных работ уж наука это что такое открытие нового если они еще нового не создал что со мной надо делать ну скажите прямо выгонять надо жалко то и повезло наслушался там предела пугали пределами некоторые а вы предел то знаете что математики математики не знаете то есть никакого пределу не знаете так вам предел вообще ни почем скажите я считаю люди даже символика она что-то рекорда и его очень будет это будет линию границы не неправильно вы рассуждаете почему вот вы человек а сущность у вас какая сейчас мы будем может я вас спрашивала животное или нет вы признались что вы животные а если я вас спрашивала сущность у вас тоже животные ну вот тут вам надо не попасть в просак сущность у вас животные вот они это точно не животные она вот уже не попадет такой история вы тут попали попали молодой человек сущность у вас животные сущность у вас не животные сущность это правильно вы сказали вы начали выкарабкиваться оттуда и стоит нарыв который вы попали значит сущность ваша не связано с мыслью а мысли с чем связано лично с вами может человек вот родился и живет с волками и как мысли у него будут на улице знаете историю да вот если человек до пяти лет так сказать проживет так вот его выкармели волки бывать такие истории были такие истории знаю и что потом и все он уже человеком не станет а животному на станется сущность я спрашиваю вашу сущность говорите что вы мне тут внешность свою показываете я понимаю вы молодой симпатичный а в сущность у вас есть философы они же они же медлевые люди дескать это нам это не важно что как вы выглядите что у вас за сущность вы по сущности не бандит случайно танец прическа то у вас подходит вообще начать как все вот у вас зажиг черная одежда короткая слишком кассет то есть у вас или пистолета чего у вас там с собой так вот скажите у нас вот нету никаких рамок проходит люди там пока вот подпомогут зато все проходит черти что могут принести если говорить будут много спрашивать раз застрелил значит вы сейчас судите о моей сущности к моему внешнему миру а как помогу я вашей сущности нет по вашим выступлениям я смотрю вот пока по вашим выступлениям вы на себя на что-то наговариваете у меня-то одно один взгляд а вы на себя наговорили что у вас же сущность животные только мы вас вытащили а то растение оторвал а вы опять теперь упираете что вы животные а я уже и в это не упираюсь а у вас животные сущности или другая но я думаю что наши потребности это животное потребность это животное а сущность у вас какая причем вы вы ограничены только животными а духовных у вас что сюда привело вообще вы чё только вы говорите но интересно у вас чистят животные что ли сюда прям но значит такое восточность у вас очень животное или нет 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 не дома я по по это то есть вы уже не животные вот вы животные она не животные но она еще не знают кто она это ничего она думает а вы даже не думаете то есть точно у вас тогда сущность водные она уже она уже ушла от этого она уже все она отреклась от вас тоните один надо положительное значение вашей сущности а вы пока чисто отрицательные выразили но уже отмеживались от этих всех вот таких взглядов у вас к сущность не скажется какая человек это звучит гордо но нише не понятно то есть это уже положительное такое выражение вот согласитесь положить вытаскать не дошли до этого счета вы просто ограничили с тем что вы не животное она уже вреда человек осталось выяснить какого сущность человека уже не надо вашу сущность выяснять и это не надо сочность уйти надо выяснить что какова сущность человека чисто философский вопрос о вот теперь вам и слова вот вы там сидите в очках человека человек в очках это первый признак того же чай умный много начитанной даже до того дочитался что при федоре зрения частично утра для обсуждения девочка пока не началась перестройка а стал были прошу аудитории там вот я читал 1500 человек даже две с половиной тысячи были а сейчас еще смотри что будет в очках носа я и так вижу хорошо вас еще очках куда на вас смотреть а рекламу вот такие буквы идешь по улице до хочет вернуться не знаешь куда деться поэтому сейчас можно и без очков ходить не уходите в очках можно вам идет так я спрашиваю то есть и главное чего он потребует понятно ходит и всех требует дайте мне пищу духовную вот это в чем его сущность зачем все это хочет потребить все потребитель человек от потребительской сущность у вас читая себя не корни изобразили вы не человека как вот вы тоже начали вот в эту линию и нет чтобы там как-то критически к этому подойти она в начале она думающая а если вы продолжаете это тоже вот вас можно положить нос потому что вы отошли от этого неправильного понимания сделали шаг вперед а вы сделали уже просто значит без закреплять как будто то в этом и и сущность человека в том чтобы у меня были поток что я потребитель если много потребляю всего даже знаний кто я потребитель знаний вы видели что я вот я с вами разговаривание как с потребителями все как потребителями вот сидите помалкивайте я сейчас вам буду читать записывайте я пытаюсь вы когда вы мне отвечаете вы потребитель или производитель ну когда вы мне отвечаете и вы кто ну так вы производить знания моя могу а вот я уже там как потребитель того что вы delivered иначе а это я буду кушать это я не буду кушать это не вкусно это вкусно так то есть тут меняется у нас роли, то вы тогда... То есть я стараюсь вас из потребителей знаний, куда вы нас хотите в этот угол загнать, вот вы лично так выглядите на вид, так вот все так симпатично смотрите. А что вы, куда у нас ведете? Кем вы нас хотите сделать? Ужас. Кошмар. Ну, вы, конечно, можете выразить всякие претензии, сейчас пойти пожаловаться. Директору сказать, он должен был читать лекции, а он все спрашивает. У нас что, экзамен или лекция? Поэтому я должен иногда отвечать сам на поставленные вопросы. Можно я отвечу, кто такое? Сущность человека. Я думаю, вы сразу согласитесь. Вот вы особенно. Не знаю насчет других, она согласится. Сущность человека в общественных отношениях. В общественных отношениях. То есть сущность человека общественная. Я. Не индивидуальное, не индивидуального животного, а общественного сущности. А раз она общественная, сущность общества, оно смертное или бессмертное? Вы бессмертное, а вы смертные. А вы бессмертные. То есть вы никогда не умрете. Вы в своих творениях, которые тоже носят общественность, если вы что-то в обществу принесете, как музеолог, это останется навсегда. Так? Ну, Пушкин, он же навсегда. Или нет? А Ломоносов? Если общество в обществе... Кого интересует, что кушал Ломоносов? Вас интересует, что он ел? Тимиряев. Вот Менделеев у нас музей есть. Вы там пойдете или там пойдете в музей Менделеев и будете интересоваться, какую он систему элементов придумал, открыл, или что он ел на завтрак. Вас что интересует? Вот. Это к вам критик. Ваша адрес критика такая, нелицеприятная. Потребности, потребности. Вы же человек, он творит. Творец или не творец? Вот у вас творческая сущность? А творит он в обществе или для общества? Или я не прав? Вы же мазеологи. Вы же вообще собираете итоги этого творения и храните вечно, чтобы вас никто не забыл. Потому что вы надеетесь, что вы храните и вас тоже не забудут, поставить там в уголочек где-нибудь. Тут был вот такой создатель этого музея. Вот эти вот объекты культурного населения собрал такой-то. Да? Но чем больше вы себя проявите, тем более вы бессмертны. Сущность у вас, по сущности, человек, он смертен или бессмертен? По сущности, как представители общества, общество-то бессмертно. Общество состоит только из смертных людей, но оно же бессмертно. А раз оно бессмертно, то в своих делах вы, общественных, бессмертны. А если какую-нибудь глупость смородили, то смертны в этой части. А в части творчества бессмертны. глупость всегда существовала как отрицание общественной сущности человека вот ваши если какие-то глупые мысли появились я могу сказать это вот вы глупая не я так никакой не скажу я философ я разбираюсь я скажу это вот ваше отрицание а ваше утверждение это ум который прям блещет у вас потому что вы сразу вы различили ум и глупость я вам еще хитрость могу сказать что такое вы не знаете значит вот у гегеля такая аранжировка идет значит вот есть глупость потом идет хитрость а потом идет разум или ум ум умный человек ум выше чем хитрый правда поэтому а хитрость двояко можно она вот посрединке находится между глупостью и и умом значит хитрый человек можно рассматривать как низшую степень ума то что-то границы между умом и глупости правда границы посрединки или как высшую степень глупости так вот глупость глупость поднимается это поднялась до хитрости но еще не ум поэтому от просто высшая степень глупости самая такой хитрый человек горбачок всех обхитрил и ждет когда кто-нибудь его повесит сейчас потому что за уничтожение советского союза был генеральный секретарь президент ну все заслуживает он чтобы его повесили за уничтожение советской не знаю вот если вы взяли уничтожили советский союз я бы требовал чтобы вас расстреляли конечно моя своим правом пользуюсь могу и правом видите как она добрая как горбачок это ваше право я промоете вас пользуюсь и требую вашего смертной казни за уничтожение советского союза потому что вы уничтожили 15 миллионов человек только в одной россии 90-е годы сократилась у нас пропало 15 миллионов человек и сейчас смертность превышает рождаемость как только состоялось уничтожение советского союза у нас какое было движение вот так вот идет рождаемость вот так вот смертность а начиная строго начиная можете посмотреть статистику строго 90-х годов рождаемость так вот идет а смертность вот так и вот это ну уже это называет это люди кто это изучает находит это вот крест современной россии крест в этом году вот в этом именно году как показывает сейчас выбора сейчас бы вышел владимир владимирович хорошим костюмчике сказал при мне подают президент рождаемость превысила смертный а он этого сказал не может потому что в этом году 2018 смертность превысила рождаемость о чем пишет правительственная газета вот я ее чтобы быть в курсе я же лекции читаю я же не могу быть вот так как просто мне в голову пришло но данные я должен брать из надежных источников какие я читаю валюту коммерсант каждый день это газеты наши в разе уже стоит у власти и не надо себя обманывать она не обманывает данные и российскую газету который газета нашего правительства там печатаются данные по этим данным откуда смертность там сразу видно во первых реальная заработная плата вышла на уровень 92 с половиной процента 2013 года доходы реальных граждан это по данным которые подготовил а подготовила академии государственной службы и народного хозяйства при президенте рф доходы граждан сократились до девяносто с половиной процентов вот 2013 года понятно при этом в россии в коммерсанте написано про реформу здравоохранения которая произошла согласно этой реформе так заголовок там такой при такой реформе нам не жить интересный заголовок согласно этой реформе расходы за три года на здравоохранение сократились на 7 процентов этого значит что такое сокращение расходов на это прямо смерть и смерть и смерть количество врачей которые уволены квалифицированных медработников сайте вот научить медицинского работника но если мы с вами как это люди умственного труда что-нибудь с морозом нет но еще от этого никто не умрет на какую-то глупость скажу но вы же не умрете вы посмеетесь да уйдете и все а если я оторезал и вам не то отрезал понимаете что это такое так врачей сократили а кто тогда будет вам оперирует фельдшер медсестры медбратья то они кто так не попадете в больницу почему а потому что количество больничных коек наше дорогое министерство здравоохранения сократил на 25 тысяч сейчас на 25 тысяч и я считал что дескать но нам не надо сколько зачем так он долго будет лежать больницы а вы же понимаете что дескать есть у вас у нас высокотехнологичная медицина если вы до нее доберетесь а еще у нас есть лекарства которые сейчас на уровне наркотиков по цене ну вот так что тут никакой такой непонятности нету то есть если у нас это сейчас происходит нашей жизни то естественно смертность превышает рождаемость ну это предлевает этот материнский капитал каждый раз хотя это удивительно с точки зрения хочу раньше вот сейчас вот надо продлить а что потом не надо матерей поддерживать чтобы чуть такой нет проблемой ну как нормально совершенно что если ребенок рождается три года большинка перерыв позвонил через 10 минут вот поэтому вот проблема и тут вдруг только ну продлевать но это там какой он во-первых не материнский вот если материнский капитал вот вы вот ходите матерью стать хорошо я вам дают деньги сколько там обзаведение там на ска необходимые необходимую закупку всего чего надо и так далее а дают что это материал ничего не дают мере из капитала я банкир мне положат в банк деньги государства для вас как бы для вас а когда вы его получите два варианта если вы будете покупать квартиру квартиру если у вас есть 99 процентов денег на эту квартиру потому что материнский капитал не позволяет купить квартиру по объему по количеству а позволяет только десять процентов от этой суммы вот если у вас хватает денег почти на всю квартиру вам еще мы добавим а все это время пока еще до этого не дошло эти денежки а вот ему будут давать ему давать ей давать ей давать в кредит а вы будете проценте кем не давать я с этого вашего материнского капитал но как обогащусь это называется материнский капитал до ночи у нас обманывать мы-то не такие не такая чем я тоже например не темнота у меня ученые звание профессор по кафедре экономики права мне это не рассказывайте что-то материнский капитал это капитал этих банкиров а вы как бы вот освещаете это ну либо может попасть второй вариант вот вы сейчас не замужем еще нет будьте замужем потом значит у вас родятся дети потом дети у вас будет им 16 лет и можно будет с этого с этого капитала который будет у меня все в банке оплатить ваше обучение вам говорят то есть и через 16 лет это еще у вас и детей нет а когда они вырастут большими это будет платное обучение и вот тогда вы можете деньги в бухать вы бесплатно учитесь это зачем нам такой капитал и нам бесплатно я вот учился 11 лет в вузе просите в школе 5 лет в вузе три года в аспирантурии все бесплатно 19 лет учился а вам город ну вам капитал это тут интересное дело и какую девачу тогда вы удивляетесь тогда что так получается что вот такая идет а сколько час 7 в семье данного человек чтобы население россии не падала росло трое трое но правда считали точно 2 и 4 на 0 4 и ребенка не рождается трое это трое представительно за какие доходы и миссию бы спит троих детей а у нас уже коляски к автомобиль право еще таки дерево у меня вот пять внуков и на их катал но сейчас я уже не могу проходить эту коляску такая уж поднять ее раз под подмышку и пошел на пятый этаж легкие были коняске легко катить как матери это две вытащат еще и сделали за такой металл нашли тяжелый и много там железо тяжеленный тяжелый и драки дорогущий и вот рассказ вот мазинский капитал как красиво все рассказывается хотя бы очень твердая была установка советское время детям аналогично и продукт в два раза ниже по цене допустим вот у меня вырос сын в размер ноги у него стал такой же у меня 41 у него 41 мне ему ровно в два раза меньше надо платить за эту же самую обувь ровно два раза а сейчас а сейчас наоборот вот таким таки маленькие такие штучки дескать нового как вы разве к детям пожалеете ну что это за мать такая ли отцы что они пожалели дети сволочи не можете заплатить а почему вы сволочи потому что вы не обеспечиваете мое богатство а я произвожу эти самые детские вещи игрушечки и люшечки и так далее ну вот мы должны мы с вами проникнуть должны в сущность не смотреть только на внешне какие-то названия название можно сделать красивый у вас общественное общественное так вот вот пойдете домой запомните их вы с бессмертны по своей природе бессмертные не билы бесконечные и вечно он конечный пойдет и смертный вот почему он в черном а сзади там уже морг потому что морг это вот музей уже приготовились люди все вот это линия вас вот это вот она но это как вы понимаете шутка я бы не пойду а то скажется что-то называют какой-то пришел у меня простите да я так для обострения просто так а тот скучно будет занятие нам же с нами заниматься долго будет если мы будем только я буду бубнить а вы будете записывать мы умрем тут все не знаю кто раньше не вы моложе можете позже умрете а я еще буду говорить говорить так ну вот ну пока я хочу сказать что сухой остаток нашего это с вами разговоры беседы и таких вот вопросов и ответов состоит в том что не только музеология полезная наука ну и философия тоже какая-то польза есть от них рода ну по крайней мере так себя представить вот мы пришли сюда конечно и ушли бесконечный человек пришел сюда просим фруктом а уйдет человека и вы уже из морга вышли давно это так я уже по старой памяти все прицепился к вам это знаете есть такие подлые люди они одно одно слово неправильно скажешь они все потом припоминают но я больше не буду уже все то есть я вот виноват так сказать сознаюсь на так что это мы все поправим значит у нас сейчас перерыв после перерыва продолжаем наше занятие наше занятие